Молодой отец двух дочерей Павел Кравцов сегодня пришел в клиентскую службу отделения пенсионного фонда для получения страхового номера индивидуального лицевого счета для младшего ребенка. Это необходимо в том числе и для того, чтобы получить положенные выплаты, о которых президент страны Владимир Путин говорил 11 мая. Как подать документы на пособие Павел уже определился. Я планирую это сделать исключительно в электронной форме через Совет Госуслуг. Почему? Это очень удобно. Последние несколько лет при получении каких-либо услуг государственных, я думаю, целесообразно пользоваться именно электронной форме. Еще раз говорю, очередь, которая предлагается по телефону, она неизмеримо больше. Написать заявление на сайте Госуслуг – это лишь один из способов подачи документов. Также можно лично посетить клиентскую службу по предварительной записи или подать заявление через МФЦ. В пенсионном фонде говорят, что сейчас в связи с выплатой на детей возник ажиотаж, а с ним и очереди. В Самарской области более 470 тысяч получателей единовременного пособия – 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. И более 40 тысяч нового ежемесячного пособия – 5 тысяч на детей до 3 лет. Все претенденты деньги получить успеют. Написать заявление можно будет до 30 сентября включительно. Важно, чтобы возраст ребенка строго соотносился с датой выхода указа. Единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет положены на каждого ребенка, достигшего этого возраста с 11 мая до 30 июня 2020 года. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей теперь положены не только правообладателям материнского капитала, но и всем семьям на детей, не достигших трехлетнего возраста в апреле, мае и июне. Теперь выплата полагается всем семьям, имеющим деток до трехлетнего возраста, независимо от наличия права на материнский семейный капитал. То есть сюда попадают детки, рожденные в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году. Семьям, родившим детей в 2020 году, выплаты уже назначены ранее, как имеющим право на материнский капитал. Следует также отметить, что один и тот же ребенок может получить разные виды пособий. Если ему исполнилось 3 года в мае, семья может получить сначала ежемесячные пособия 5 тысяч рублей, а потом еще и единовременную выплату 10 тысяч. Олег Зверев, Василий Колдашов, События.